Откуда с Питером? Нет, я вообще с Белоруссии В Белоруссии? Вот на этом Это же заказник медвежит Вот на стоянку вышел Тоже в палатках сидели, блин, чуть не обкакались, не описались Выехал на дорогу Обратно, встречный ветер и очень-очень-очень пыльно Еду, но с минимальной скоростью, потому что если разгоняешься, начинают какие-то глыбы тебя трясет и все Это пиздец Вау! Ой, в общем, вот такая вот, фу, дорога Вау, жесть Деревня Сюську Ярби Так, ну вот еще одна речка, вот такой мостик Вот, порожистая река Вообще, врач отдыхает перед этой речкой Она мелкая, но здесь не спавишься, это стало реально Здесь будет обшкуриваться об эти камни И по крафтовке она будет В общем, вот она еще туда идет С таким склоном Очень много камней И она мелководная Это вот Сюськи Ярви Деревня называется Ой, жара, ослепнет только много Обалдеть можно Съехал недалеко, недвижая поселка Рай-Конкоски Вот так называется Здесь такой пляж, здесь два пляжа Один из них вот такой Ну, здесь видно уже, люди отдыхали Повесили веревочки свои Ну, вот такой вот пляжик Ну, пока здесь никого нету А там у нас ровок есть И дальше вот я, может, там приближу То ли это камни, то ли это Я не могу понять, что это такое там вдали В общем, вот так Такие дела Поеду я, короче, в Рай-Конкоски Так, сейчас прибыл на станцию Рай-Конкоски Такая вот станция Видно, плиточку будет скоро делать И Какая-нибудь, пожалуй, зал ожидания Как я понял Так Вот даже можно Посидеть Удивительно Так, в общем Такая вот Деревушка Или поселок Как правильно Говорить Так, вот такой интересный домик Какой-то в мозаиках Так, ну вот такой вот мост делают И вот Река Я, честно, не знаю, как она называется Не обратил внимания Но река реально Очень бурноводная Вот это пороги, я понимаю Вау Здесь реально Ну, нереально Переплыть Здесь бочка Обалденная какая аэээээээээээээээээээээээээээээээээëээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Клуб еще есть, участковая избирательная комиссия. Так, вот он клуб сельский, Почта России здесь и другое. Так, вон заяц. Услышал, услышал. Так, ну вот подъехал к тихой речушке Карельской. Вот болото, и там, соответственно, вот такая река. Напоминает, к примеру, нашу белорусскую реку одну, на которой я люблю сплавляться. Но здесь чуть-чуть немножко по-другому. Вот так очень красиво. Ну и далее у меня туда он идет. Так, ну вот такая дорога на Талвоярви. Местами такая более-менее, а местами очень плохая. Вот такой вот лес. Опа, ничего себе. Такой снеговик. Так, ну что же, не доехал я до заказника Талвоярви. Ну, в принципе, я мог доехать, но... Очень такая дорога, во-первых, нудная, много камней, различная гребенка, сторонная доска, там камни, все это, песок. Плюс грузовики ездят, вообще все, пыль везде. В общем, так намучился, в общем, проехался, не знаю, сколько. Надо будет посчитать. Ну, где-то километров, наверное, ну, под 90, я так думаю, или сколько. Но дорога была ужасная. Так, здесь мы не мотру немножечко есть. Это и черники, надо будет прорвать, и оладьи сделать. С черникой, кстати. Ммм, как вкусно. Вот нашел я. Вот есть два озера, там и там. И здесь три стояночки. По карте я смотрел, там всего лишь одна, вот эта была обозначена. А две другие там тоже неплохие, но... Там, кстати, даже проход к воде лучше, чем здесь. Но здесь зато столик есть, а там столика нету. Нет, столик там тоже есть на одной стоянке, но там нету подхода к воде, вот. Такой вот момент. Здесь топка, и все, болото. Вот сюда я вот... А это отчет комаров, или что это? Вот такая система. Так, ну и вот такая вот стояночка. Сейчас оладушки сделаю, и... Все, тогда буду спать. Так. Вот. Специально я сделаю бревнышки, я смотрю, в аду можно достать, все лентарно, легко. Так, ну что же, всем с добрым утром. Сейчас вот нахожусь в таком прекрасном месте. Сейчас себе вот здесь оладушки. Жарю дальше. Уже смазал, кстати, велосипед, еще подожду два часа и поеду. В общем, здесь у меня заряжается моя смочная панель. Ну и вот дальше вот подход к озеру. Сейчас я пойду, пройдусь и покажу. Ну все, здесь люди уже обустроили. Вот такое вот озеро. Там сейчас пока жарится. Я на маленький огонь поставил. Вау. Так, так. Ну вот, в общем. Это уже озеро. Оно большое. Это... Один из... Как сказать... Участков этого озера. Там дальше оно еще, еще намного больше. Вот за тем вот маленьким перевалом, что ли, как его обозначить. Там вообще здорово озеро. Вот здесь я, в общем, набираю воду. Она такая коричненькая, но нормальная. Так. Сейчас посмотрю мои оладушки. Немножко, конечно, я обратно воды переборщил. Они будут... Тесто такое жидкое, как кисель даже. Может, и не такой вот такой, как кисель. Но зато... Получается. И я... Еще добавок, что я заметил, когда... Воду такую горяченькую, то тогда все уже. Получается несвертываемость. Так. Вот такие вот оладушки получаются. Сейчас ветер уже подул. Эти вот баллоны, я не знаю, почему я. Вот эти вот газовые, они быстро кончаются. Раньше мне хватало на 4-5 дней. И сейчас буквально максимум на 2. И все, максимум. Я в шоке. Сегодня я нахожусь возле озера. Вернее, между двух озер. Кирово-Ярви и Рухо-Ярви. Местечко такое супер. Просто к воде подойти можно. Рядом ягода растет. Ее, правда, не очень много, но она есть. Вчера я с мыса Эмпилампи проехал где-то километров примерно 65 и до вот этого места. Раньше, как я катал по асфальту, по дорогам обычного пользования, у меня выходило там 140 километров. Здесь просто не разгонишься. Особенно вот дорога с Райконкоски, вот до этого места, где я нахожусь, на карте я поставлю точечку. Здесь есть статьи, если смотреть Осмонд, две стоянки со столиком, но в одной стоянке со столиком нету подхода к воде. А на третий там столько нету, но есть хороший подход к воде. В общем, вот так хорошо сегодня, вот уже сейчас почти 2 часов, здесь отдохнуть. Что хочу сказать по дороге. Вот дорога с Райконкоски до моей точки контрольной, ну, она проезжабельна, да, но очень много стиральной доски, каких-то ям. Особенно вот грузовики у меня поражали. Ну, там в основном, если заготовочные идут машины грузоподъемные, и, наверное, через каждых минут, может быть, 15, примерно, 10-15 минут один грузовик. Ну, пыль такая, ну, реальная, что, ну, вот я вот сегодня, вот, наверное, часа полтора отмывал свой велосипед, сумки, все в пыли, в грязи. Вот я бы не рекомендовал эту дорогу. Лично я бы не поехал. По живописности местами, да, встречаются такие красивые места, но всего лишь местами. Такая спокойная дорога, трафика практически нет, но вот единственное, что через каждых минут 15 машины. Ну, они в основном идут где-то днем, под вечер, их уже мало-мало. И сейчас, сегодня, кстати, вот уже, я вот здесь практически их не встречал. В основном их много до Райконкоски. Вот там вообще, наверное, машины за машиной были. Через каждых, там, 5-6 минут. Ну, пыли вообще. И не спрятаться, не зайти, потому что лес очень густой. А вокруг растут очень плотные, там, деревья, ели различные. Ну, вообще нереально. Очень глухое место. И, если честно, мне было очень страшно. Вот как-то доносились с леса такие звуки животных. Что-то мне как-то было не по себе. Ну, в том, как-то привык. Всего лишь использовал сигнал охотника один раз. Но это было, как я выехал с Рускеала и все. Но дальше нормально, все было отлично. Иногда, вот, когда очень солнце пропекает, очень много этих слепней. Вот слепней. Комары не кусают, здесь все нормально. Вот слепней. Иногда они, они не постоянно тебя преследуют, но иногда есть такой момент. Так, дальше. Что еще сказать по поводу Ранконкоски? Есть три магазина. Цены приемлемые. Даже там есть клуб. Там есть из Беларуси очень много продуктов. Карточки можно расплатиться без проблем. Мост и очень красивая река. Вот, кто будет ехать в Ранконкоски, там делают мост. Я там, наверное, уже показывал. Очень красивая река, такая порожистая. Вообще супер. Так, ну, я сейчас еду на заказник Талваярви. Там есть урочище Талваярви. И до Сойярви. До населенного пункта. Но это будет, наверное, дня через два. Я вот решил не километры накатывать, а именно отдыхать в Карелии. Вот уже сейчас скоро 12 или уже 12, не знаю. Вчера вечером приехал, где-то было уже, ну, где-то 20-30. Ну, я решил здесь заночевать. И буквально, ну, небо было все такое, ну, пасмурное, как обычно. Буквально через минут 20 смотрю. Тучи такие вот грозовые, такие синие, такие, эх, наливные все. Ну, я думал, сейчас будет, сейчас, ливень, какой-то ветер. Быстро расставил палатку. Кстати, вовремя палатку, уже еле-еле начинался дождь. А тяжкие ветровые поставил на палатки. И буквально через, там, может, 10 минут, такой маленький дождь. Но он и шел, наверное, часика-два. В общем, в Карелии погода непредсказуемая. Дождь может пойти в любой момент. Потому что, по прогнозу, дождя вообще не должно быть. Но, в итоге, после двух часов все кончилось. Я захотел, думаю, да, каких-нибудь себе этих драников сделать. Картошки себе купил там. Думаю, потом как-то что-то нежелание перехотелось. Как-то мокровато, все это. Ну, и решил сегодня сделать блинов. Блинов сделал, покушал. Мне очень понравилось. В Ладахпохе, вот, не доезжая здесь, 10 километров до Ладахпохе, на правый поворотик. И там, я не помню, как называется этот парк. И там купил себе варенье из мороженого. Очень вкусное. Вот, почти, оно у меня уже кончилось. И вот, поел блинчиков. И вот, сейчас вот собираюсь. Что касается дороги на мыс Импелампе, я еще, может быть, так подробно не говорил. Наверное, за два километра, может быть, и больше, дорога будет вообще. Это не дорога, а, как мне сказал один из посетителей этого мыса, это тупо направление. Каменные камни, они неровные, большие есть камни, маленькие. Ой, в общем, там, надо тупо идти пешком, потому что, ну, на велосипеде там, ну, нереально проехать. Ну, в общем, добраться можно, но на велосипеде, но очень трудно будет. Даже пешком, если забираться, трудно будет очень. Большие высоты, набор высот очень небольшие. Но там, конечно, просмотреть мыс, вот этот Импелампе, вот, перейти в эти скальные горы небольшие, конечно. И там, кстати, очень красивые виды, но там можно, если честно, заблудиться. Я немножечко блуданул, но там, когда меня подвел мой осмот, было направление на точку осмотра, но он меня привел в другую точку почему-то. И я там немножко запутался, немножко страшновато стало. Но назад, в общем, нашел дорогу. Много видел бы дарочников, которые останавливались на островах, там были костры, жгли и так далее. По поводу погоды. Вот у меня погодой повезло, вот в районе 20, вот отличная погода, 20-ка. Она такая пасмурная, иногда непасмурная, солнце проявляется. Но вот когда 25-28, это нет, лучше в эту погоду не ехать. Почему? Потому что очень много слепней тогда. Вот такой погоды слепней мало. Всего лишь у меня два дня у меня спортились, когда были реальные ливневые дожди, и град даже был. И вот я два дня потерял. В общем, вот такие вот дела. Солнечная панель вон моя там заряжается. В общем, сейчас покажу. Вроде бы так с большего отмыл я свой велосипед. Но это с большего. Он был вообще весь такой, весь в пыли. Так, ну вот средняя стояночка, что я и говорил. Опа! Вот это уже вот озеро. Здесь начинается... Вот где было соединение. Так, вот она. Вот. Такая вот стоянка. Ну, естественно, поход к воде. Не знаю, мне кажется, там ее нет. Так, ну вот. Сейчас посмотрю, какой будет ли подход к воде здесь. Ну, мне кажется, вряд ли. Ну, здесь, конечно, вот просто... Ох, как шикарно здесь, ну... Здесь топка, конечно. Но люди, я вижу, ходили здесь. Ох, смотрите, как красиво. Да, топка, топка здесь. Поход к воде не совсем. Ладно, я сюда выбираюсь. Уже намочил ноги. А, вау, ну, благо у меня вот что с собой. О, черника здесь вот такая вот появляется. Ну, собственно, вот самостоянночка. Столик, кострище. И там что-то такое интересное. Это водичку вставляли, пили пиво. Так, ну вот самая первая стояночка из этих трех. Вот тоже очень много черники. Ну, как много? Относительно много. Ну, вот здесь, конечно, вот когда я первый раз приехал, мне очень понравилось здесь уже остаться. Но, однако, дай-ка проедусь дальше. Вау, ну, здесь вот можно укрытие накрыться, да? Уставить какую-нибудь платочку большую. И вот, собственно, подход к воде к такой. Вот это самое первое озеро. Так. Ну, и вот оно какое большое. Вот туда все это тянется. Вообще, просто шикарно. Ну, сосновый бор, соответственно. И здесь голубика, вижу, начинается, да, вот частично. Ну, ее здесь, может, или нету, или уже собрали. Так, вот приехало еще одно соединение. Вот мостик такой новенький. И вот три озера соединяются. Вот одно большое. Вот там второе, и вот там третье. Вот такие вот островки маленькие, вот. Но перебраться, между ними, не знаю, можно, нельзя, но очень красиво. Так, вот нашел островок безопасности, здесь карьер. Почему сюда заехал? То, что сейчас вот едет больший груз, лесовоз. От него пыль очень большая, сейчас покажу. Вот он. Ну, а сейчас он едет довольно-таки тихо. Они так скорость хорошая набирают. И дым столбом вообще, вчера вообще не было видно. Даже там метров 200 вообще. В общем, вот такой вот лесовозик. Ну, пыли практически нету, да, сейчас. Но он потихо едет. Мне повезло. Сейчас, в общем, еду на Толгоярве. Вау, вот это красотка. Сейчас начинается очень большое болото. Ну, дорожка вот такая идет. И там слева тоже болото. А вот это виды. Сюда реально не пройдет. Так, ну вот, сейчас проехал вот это болото с двух сторон. И вот здесь, думаю, дай как переоденутся обувь. Потому что в этих шлепанцах, если честно, ну, под горку еще очень трудно ехать. Не знаю, лично кому-то нравится, а лично мне не нравится. Здесь бах. Вот такая вот тоже стояночка. Озерцо вот такое. Собственно, мой велосипед. Ну, вот первые сюрпризы. Как видно, вот такая лужа. Там даже две, я не знаю, может быть, даже по колено и выше. Точно не скажу. В общем, пока вот переодел свои непромыкаемые носки и попробую. В общем, сейчас пошел дождик. А мне нужно перебраться на ту сторону. Вау, ну это жесть. Как назло. Ну, как-то с Богом. Сейчас буду переправляться. Ну вот, не знаю, видно, не видно. Сейчас нам будет поглубже. Одеваться, как говорится, некуда. Да, вижу, сейчас идет поглубже. Пошло уже чуть-чуть засасывать. Фух. Сейчас пойдет второй этап, но он будет труднее. Это лужа намного, так, реально, наглубже. Ну, почти, в общем. Одеваться некуда. О, еще раз. Половина лужи уже прошел. Посмотрю, как промыкаем или нет эти носки мои. Ну, чувствуется такой холодок. Так, и весь камень здоровый есть. Если его перешагну. Так, ну что, сейчас прошел этот бродик. Даже два бродика. Как и ожидалось, даже воды было. Я по берегу шел. Меньше, чем по колено. Ну, очень много камней, кстати. Пришлось все снимать, потому что боялся замочить цепь. И, соответственно, баул и так далее. Пришлось два раза все это перевозить. Попробовал надеть пембранные носки непромыкаемые. Один носок вроде бы нормальный. Да, там все сухо. Только вот сверху было мокро. Второй был носок весь мокрый. Но я еще проверю. Не знаю, может быть, у меня до этого были носки. Немножко были такие намокшие. Не знаю, посмотрю еще. В общем, как-то вот так проходит день. Такое первое препятствие серьезное. Ну, такой бродик, да. Но как-то вода очень холодненькая такая. Что-то я не ожидал такого. Так, вот очередная речка карельская. Очень красиво. Но, если честно, мне лично страшновато. Здесь такие вот реально глухие, дикие места. Никого нет вообще. О, вот они в Беларуси. Но это, собственно, сам мост. Такой вот карельский. Так, ну вот такая вот красота сейчас идет. Вау, просто супер. Такая вот небольшая горочка. Каменистая. Слишком на нее так не сберешься быстро. Так, вот начинается болото. Сейчас дорожки встали вроде более-менее нормальные такие. Вау! Камни, правда, здесь предостаточно. Сейчас вот машина едет. Сейчас обожду. С 78-й и с 98-й регионы, соответственно. Вау! Так, ну вот. Болото и вот такие вот цветочки. Не знаю, как они называются. Но оно уйдет туда очень далеко. Туда. За несколько километров. Вау, супер! Так, и снова такие сейчас будут каменистые дорожки. Это отрезок такой небольшой. Но он проходим реально. Опа, сейчас снижаю скорость. И между болот приезжаем. Опа! Здесь все как бы приезжабельно. Все отлично. О! Так, ну что? Как будто ягода будет. После болот сейчас вот начался особо охраняемая природная территория. Республика Карелия. Это заказник Тулуярви. Телефон даже есть. 8... 814-42-55-95 вроде бы. Так, ну вот. Перекрестье. Зашел сюда. Покушать, к примеру, той же черники. Так, ну ли там кто-то ушел? Чья-то фигура белая вроде бы. Вот сюда зашел. Но черника есть. Но ее мало почему-то. Тоже только спустился. И вот такой обратно нежданчик. Обратно нужно полностью свой велобаул снимать и идти. Потом в велосипед. Потому что замочу все. В общем, такие вот приключения. Так, ну и здесь будет уже труднее. Одну полосу прошел, вторую будет проходить труднее. Ну попробую как-нибудь здесь по берегу. Ой, вдоль берега вернее пройтись. Так. Так, ну здесь, кажется, намного проще, чем на прошлой луже. Здесь намного проще. Так, вот. Здесь, в принципе, и с великой можно пройти, я так думаю. Хотя он немножко и тяжеловатый, у меня там груз есть. Но все равно. Опа. Опа. Так, ну все. Вроде бы здесь все супер идет. Да, опа. Только вот здесь, опа, запарка одна. Все, в общем, я сейчас плеча снимаю. А, вот там гребняки вижу. Я знаю, что кто-то ходил. Так, вон, сейчас идет человек. Пока отдышусь. Как бы в одной руке держу велосипед, а он еще гружен на меня. И так 15 килограмм, и так еще будет. Здрасте. Вообще так есть ягоды как-то мало, вот вообще. А, так морозом все побило. А, я думаю, что маловато вообще как-то. Ну, у нас мороз с 1-го, 2-го июня долбанул, минус 5, так у нас. А будет там дальше, это, Голубика? Голубика вообще напряг в этом поселке, конечно. Не, ну я эти места на самом деле плохо знаю. Я как бы дальше-то лоярвию, а родителей вообще не пихаюсь даже. Чего? Так боюсь, потому что и мишки ходят, и лоси, и волки тут. Ну его нафиг. Да? Конечно. То ли с родителями, да, как бы с отцом, который здесь с матерью родились. А, ну, были такие случаи, что мы здесь видели? Конечно. Да? Так у нас вон на поляне Михалыч наш уж как 13 лет нас охраняет. Блин, каждую ночь все саженцы обойдет. Нет, нет, ну вот мама не так давно. Дня 3 назад на него напоролась, на спящего. Вообще аккуратно надо, я тут сама-то, блин, боюсь. Ну я взял эти, ну эти, на лохотниках там свищу здесь. Ну они сами как нападают, нет, или? Ну пока они от вас на опасность не почувствуют, они нападут. Ясно. А вот где вот здесь будут между этим Талварьяр, между озером, эти плянки, они там, как там, ну эти Турстыянки, это как они там, они ходят туда, нет? Ну, у нас вот не так давно, неделю назад на гостевом доме вот здесь сутки людей держал. Вокруг дома вот так ходил сутки, не давал выйти. Потому что шумят люди. Ну, зверьем, это мы же здесь в гостях, они-то здесь дома. Мы тут приезжаем, мусорим, стреляем, шумим, музыку включаем. Кому понравится, никому не понравится. А здесь ближайший поселок есть? Так вот он и есть, вы в него въезжаете. А, в Талварьярве, да? Да. А вот дальше куда, дальше вот? Ну там, там тоже, ну там хутора, там не поселки. Основной поселок это вот Талварьярве. Он в свое время был лесозаготовительным. Здесь и воинская часть в свое время была. На усиление, так сказать, присылали солдатиков. Вот основной поселок здесь, все остальное это хутора. Хутор это, ну так. Несколько домов, да? Да, как небольшая деревенька, 5-6 домиков. Но глубоко-то в лес не ходите. Не, ну нет, я буду чисто по дороге ехать. А, ну чисто по дороге, так вас никто и не тронет. Да? Конечно. Ага. Главное глубоко в лес не ходить. А, и все. Потому что я вот, например, я вот если что-то иду за грибами, да, вот куда-то либо, я чисто вот по дороге. Если я места не знаю, я хрен туда пойду. Вот у нас в 13-м году ситуация была. У нас на нашем участке было 11 человек. Ну, естественно, блин, давно не виделись, столько лет, да, как бы гости приехали. У нас и музыка, и танцы, и плянцы, и крики шут. Ну, и что? Ночью, ну, он дал нам отдохнуть, все. На утро просыпаемся у нас ни шатра, ни еды. Все вот так вот раскидано, разбросано, блин. И все. И все сидят у себя в палатках вот так вот трясутся, потому что кто-то видел, что это был медведь, и люди, сидим здесь, никуда не шастаем. А что в смысле сидеть, если нашумели, так ему и не понравилось. Но он здесь хозяин. Что хотите, делайте. Лес любит тишину. А так ни один зверь, он никогда не нападет, пока от вас, от самих опасностей не увидит. У меня многих врач, что... Такое дело, если вот сейчас вот охотники приехали. До 15 июля нельзя охотиться. А вот охотники приехали, уток стреляют, лебедей бьют. Ну и что, вот тут лось у нас бушует, медведь тоже бушует. Было дело вот не так. А здесь, да, прямо? Да, так вот на стоянку вышел. Тоже в палатках сидели, блин, чуть не обкакались, не описались там. Ну да уж. Людям объясняешь, да, как бы... Ну вот я кого увижу, я всегда говорю, ребята, лес любит тишину. Вы здесь в гостях, запомните это. Не будете соблюдать правила, ну, блин, будете бежать быстрее, чем видите. Ясненько. А если вот, кстати, вот, ну вот, возле Талвоярви озеро, там... Он тоже, да, приходит часто или нет, медведь? Ну их можно увидеть, здесь не один медведь, у каждого медведя, а там сын. Ну, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Говорю, не будете им мешать, так и они вас не тронут. Они же, ну, не глупые. У них же там тоже что-то там в головешках, что-то соображалка есть какая-то. Ясненько. У меня есть мишка, он не тронет, пока вот... А с волками как? А с волками как все дела? Ну, у нас в прошлый год, вот лично у меня, у моей семьи, волк, волчицу, спокойно увел в лес. У нас волчица была, мы ее в логове нашли, мамку застрелили, а их щенята были. И вот, пока не успели охотники пристрелить, мы успели одного спасти, вот волчонка. И вот Гретку, да, все, у нее течка началась, волк пришел в ноябре и увел за собой. А если вот свисток свистеть, они, то есть они не будут нападать, да? То есть просто, типа, ну, как бы себя обозначить, да, как мне говорили? Ну, тут я не знаю, я как бы не была в таких ситуациях. Если я, например, вот дети у меня гуляли, они напоролись на лоси. Ну, как напоролись, он спокойно от болота в другое болото дорогу переходил, а они тут ягодку рвут, блин. Один другого меньше, блин. И все, старшая-то, конечно, она перепугалась, она никогда их не видела. Я как бы всегда говорю, Даша, увидела зверя? Я говорю, лучше стой, молчи. Я говорю, но боятся, говорю, адреналин прочухают, тебя сожрут. То есть любой зверь, если чувствует, что ты его боишься, то есть он преобладание имеет. Ну, это верная смерть, потому что он слабеньких всегда. Любой зверь слабенького сожрет. А так, суметь греметь, ну, кого-то это может разозлить, кто-то может понять, что не надо соваться, что чревато. А так, вот у меня отец тоже было дело, червей накопал вот здесь на воинской части. Идет что-то, а они с мамкой были, идут, разговаривают себе спокойно. И тут наш Михалыч идет, такой задумчивый, что-то головой туда-сюда мотает. Батя ему такой, ты куда прешь? А он, вот он задумавшийся, и батя лопатой гремонул, говорит, ты куда прешь? Мы ведь вылупил, забил, улетел. А товары, что они, якобы, хорошо там слух у них, мне кажется... Ну, они еще и у них и нюх хороший. Да, 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 да. Если ветром в его сторону от вас запах, то он уйдет, он не будет трогать. Но если от вас опасность какая-то, конечно. Да уж. Извините, простите, как говорится. Ясненько. Ладно, пойду я. Счастливо вам. Ну что же, вот сейчас вы слышали все то, что касается зверя от местной жительницы. Но по телевизору, конечно, все другое говорят. Но посмотрим. Наоборот, надо подавать сигналы. Здесь, она говорит, нам нужно соблюдать тишину. Но вот здесь, я думаю, будет все нормально у меня. Так, 10-й регион. А, это, наверное, может, охотники приехали, как она говорила. Нет, нет. Здрасте. Ну, сейчас посмотрим. А это металлоискательный охотник. Ну, думаю, этот Мишка, там Петрович, как и другие, меня здесь не застанут. Да. Вот так и думаю, что или свистеть, или же тихо ехать. Начался заказник. Такая вот дорожка у салона намного лучше. Сейчас начинается болото и поворот на озеро Талва-Ярви, знаменитое. Так, ну вот, знаменитое озеро Талва-Ярви, это у меня справа. Слева еще одно озеро, но я точно не могу выговорить это слово. И не помнишь, если честно, его. Вау. Вот это виды, конечно, впечатляют. Вот я думаю, почему нету ягод. Оказывается, заморозки были в июне вместе. Я знаю, что есть, но местами как-то. Вот тебе и Карелия. Там что? Поваленное дерево. А вот, по-моему, это медведь уже. Ну вот, да, здесь свалили деревья. Вот какие. Так, меня как бы напугали, я уже и боюсь. Подниматься куда. Так, вот. А, ну это... Можно подняться, просмотреть этот памятник. Ну, они мне сейчас как бы не особо нужны. Да. Вот озеро классное, конечно. Вау, просто супер. Вот эти вот туристические зоны. Вот. Ну, я попробую поехать дальше, просмотреть. Проехал озеро Талваярви. Немножко. И вот здесь вот реально вот стало много вот ягоди, как видно, да. Вот здесь, здесь, здесь. Ну и там дальше тоже вот будет. А вот там, ну, не будет подходить. Там горка такая. Вот безкрайнее болото. Очень красиво. Здесь нужно просто побыть и посмотреть. Вон. Там все вдали, все болото. Так, ну, сейчас я подошел к озеро Талваярви. Там очень много травков. Но, к сожалению, они здесь не все видны, потому что все лесом заросло. Вон вдали, вот если будет отсюда, не знаю. Ну, место, кажется, на шикарное вот это. Вот здесь вот реально много черники. А вот как к подъезду Талваярви, там, ну, не совсем было. Вот озеро еще большое очень. Ну, и вот, впечатляет, конечно. Порода вот здесь. Вот такой памятник. Здесь написано «Современник, остановись. Духи лучших людей твоего племени взывают к тебе из прошлого. 29-й год». Вот так. Так, вот сейчас я нахожусь между двумя озерами. Одно вот озеро. Вот большое. И Талваярви тоже очень большое. Будут видны различные островки. Вот остров. Вот, 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 вот. Это просто шикарно вот здесь. Такая вот нетронутая природа и дух этот такой очужденности летает. Ну, там камни я вижу есть. Так, вот машина увидел такую, не только 10-й регион. Карелия-trolling.ru Какой-то сайт, наверное, YouTube-канал, скорее всего, тоже есть. Сейчас вот машинка едет. Сейчас, как-то опробовать в сторону отойтись. Доброго вам дня. Здравствуйте. Что, чернику включаете? Да, а что? Дорогу, губы чья. А, ну... А я думаю, кто это ехал в свет, а один там? Откуда? С Питера? Нет, я вообще с Белоруссией. В Белоруссии? Вот на этом. Ну, я как, я доехал на поезде до Питера, а потом уже на велосипеде. А, то есть, с Питера на велосипеде все едете? А почему мы едем в Толуяеве, откуда в Толуяеве? Ну, у меня здесь знакомые, с Краснодара показали маршрут, думаю, дай-ка съезжу. Есть, есть Черника. Не только Стапенко, знакомые. А, вот я ехал вот с этого, Райконкоски. Райконкоски. Вообще, ну, есть, но так, местами, еле-еле. Ну, у нас, как бы, заморозки было, холодно было. 1 июня было 2 градуса, даже до нуля опускалось. Мы здесь были, как раз, отдыхали. А вы сами откуда? С Рускеева. А, с Рускеева, да. Ну, это, кстати, было в горном парке тоже там. Это местная жительница тоже напугала, что здесь бегают по Турстоянкам медведя, я думаю... Это же заказник медвежек. Да? Ну, вот мы сегодня сколько лазили, а в одном месте говно нашли, и то оно прошлогоднее. Это же заказник медвежек. Ну, я знаю. Так я вот думал, что-то посадить. Может, куда-то дальше поехать? А куда-то дальше уезжать? Нет, здесь нет. Здесь любая отворотка, это к воде, к озеру будет. Ну, а если он пойдет только вдоль дороги? Здесь все кругом озера. Там народу полно сидит. Справа, слева. Где-то дальше будет? Да. Да. Где вот озеро, там полно народу сидит. Надо будет где-нибудь там пристроиться, одному как-то поздновато. Ты знаешь, как зовут-то? Дима. Дима, ты это самое, лужу проедешь, там будет такая, вот только лужу проехал, большая такая длинная лужа, там бревна такие торчат. Да. Подняешься на горку, и сразу будет отворотка, там такой треугольник будет. Ты видишь, справа стоит отворотка, там как еж противотанца. Три палки стоят. И там еще где-то метров пятьсот-семьсот. Это наши отворотки. Мы там стоим. Если что хочешь, пересоединяйся, конечно. Но самогонки мало уже. Кстати, а сколько примерно до этой город, как называется на С... Сойерве? Примерно. Сойерве? Да, сколько примерно до тебя? Ну... 80 точно. 80? Где-то так. 35 долой мало. И там еще, блин, ну километров 30, да? Ну, километров 80, говорю. Были туристы какие-то, в палатке спали. Ну, под вечер пришел, развоевал, ну, все эти пожитки, все. Ну, есть такое. Одному-то, конечно, стремно. Ну, хорошо, ясно. Спасибо. Так, ну что же, сейчас сделаю вот такой обнос. Вот такие вот лужи. Жесть, короче. И вот такое вот болото. Так, ну вот добрался до одного лагеря. Здесь классный подход к воде. Ну, и здесь вот будет обустроен. Можно... Это костер и лавочка, все здесь, все. И столик. Ну, столик такой импровизированный. Да, вот дрова поколотые. Вау. И вот сама вода. Вот здесь, как мне сказали, вода будет прозрачная, там темная. Вот еще такая вот дорожка по обоим сторонам. Одно лазера темное, а здесь оно светлое. Вот так классно вообще ехать. Доехал и ехал бы так. Главное, мишку не встретить. Как мне сказали, они здесь шастают. Как будто вообще медвежий заповедник. Я в шоке. Вау. Вот это-то яркий. Это был указатель на Вырица. 350 километров. Что такое Вырица? Я не знаю. Какое-то, может быть, местоположение лагеря. Я не знаю. Или что-то еще. Вот это болото. Тьфу ты. Сейчас все кажется. Так, дальше. А, да, точно. Вырица. Вот это Вырица, так называемое, лагерное место. Так я понял. Сейчас подъезжаю к этой Вырице. Ну да. Лагерное место. Вау, здесь, конечно, круто. Так, ну вот, собственно, сюда можно залезть, поснимать. Ну и, соответственно, вот такой подход к воде. Вот мостик. И вот такое вот озеро. Такое море, сказать, уже. Конечно, сюда бы покрафтить, куда сгонять. Ну ладно. Вот, руки помыть можно, кстати, сразу. На водичке, да, прозрачнее. Так, так. Так, и что здесь? Здесь столик. А вот там такой, как Котлован. Ну да, это болото, вернее. Здесь все захламлено. Вау. Ну, красота, конечно. Вот еще одна стоянка. Сейчас посмотрим. Есть никто здесь? Здесь никого нет, наверное. Или есть? Нету, да? А там вроде здесь туристы какие-то проходили. Ну, почему-то их нет нигде. Этих туристов. Здесь вообще домик. Так, ну вот еще одно место. Сейчас будет мостик. Тоже будет извинение двух озер. Вот здесь такая стояночка. И вот здесь. Дальше не поеду. Вот еще. Вот такое место. Тоже супер. Даже хоть сейчас и пасмурная погода, но виды, конечно, их поражают. Да, вот это местечко. Вот это все болото и там дальше болото. Сейчас я немножко пройдусь. Вау. Просто виды сногсшибательные. Вот этот вид самый лучший, на мой взгляд. Ну что же, всем привет. Сегодня очередной мой велодень. Вот остановился на такой стояночке. Сейчас идет дождь. Но все равно поеду. Потому что будет, наверное, целый день зарядил. Как мне сказали люди. Здесь скорее ли это практикуется. Ну вот сейчас. Тогда, наверное, покажу вам это озеро. Вот стояночку. Остановился. Это вот люди, которые вот здесь со мной. Мне было здесь безопаснее, чтоб тарк. Ну вот, в принципе, вот такие вот. Сейчас я поснимаю здесь немножко. Так, ну и вот, собственно, вот такое вот озеро. Ну здесь оно, такая вода. Она чистая, но она немножечко с таким, с коричневым цветом. Вот там много островов различных. То есть, в общем, можно сюда на рыбалочку приехать. Без проблем. Покидаю Талвоярве, этот заказник. Ну, вернее, эту часть, на которой я ночевал. Ну и еду по совсем другому маршруту. Мне посоветовали другой, более короткий маршрут. Ну и где поменьше луж. Ну, дорога будет лесная. Я, конечно, побаиваюсь. Много мне историй рассказали. Ну, не знаю. Думаю, будет все нормально. Ну, надеюсь. Кстати, кто будет сюда посещать этот заказик Талвоярве. Здесь, как мне рассказали, очень... Такие были насыщенные события. Виды, конечно, здесь просто замечательные. Вот сейчас такой вот смотришь. Не налюбуешь-то. Вообще супер. Не зря сюда приехал. Вот. Вот. Но мне простоят еще два болота перебраться. Ну, как мне сказали, они проходимые. В общем, даже не нужно будет спешиваться. Вот остановился. И вот братская могила. Поворот на лесную дорогу. В общем, остановись и поклонись. Еще оставшейся со времен той войны. Вот такая вот колючая проволока. Так, вот, собственно. Вот находки. Так, здесь в районе Талвоярве, 27 июля 1941 года, в бою с фашистскими захватчиками, пал смертью храбрых Георгий Советского Союза Петр Рамович Текеляйнин. Кстати, да. У него написано. А я вот сейчас буду приезжать. Вот на эту дорогу выйду. Это такая дорожка, но она... Вот это реально... Это глуп леса. Буду сейчас свистеть, потому что опасаюсь. Это более просто такая широкая. Так, ну что, вот еду по этой дороге. Конечно, немножко сейчас стало веселее, но там сзади было... Так, конечно, боязно мне. Так реально они... Еле-еле начиналась дорожка весная. Сейчас она расширилась. Я здесь постоянно освещу, побаиваюсь. Потому что, ну, медведь может с любой точки выскочить. В общем, вот такая вот природа. Все равно особо не разгонишься. Так. Опа. Ну, конечно, очень красивая дорога. Мне кажется, что заказник Еленко не такой живописный, чем этот. В долине никого нету. Вот елочка растет. Кстати, вот, если будут меня смотреть вот эти мужики, которые меня накормили. Респект им уважуха, конечно. И, кстати, вот, опять же, только в России меня так встречают. В Беларуси почему-то иногда и то так очень и очень скупо. Здесь же мне дали и по вчера и супа, и чай там, и сушки. Все, и сегодня утром пообедал я. Очень общительные парни. Мне очень понравилось. Не зря же я их встретил. И там, в общем, с ними провел и вечер, и, собственно, утро. Очень много интересного, что для себя узнал. Ну, по поводу финской войны, да, и различных исторических мест, событий на вот этой территории. Ну, и здесь же обратно же, я что скажу. Нужно приезжать группой одному, если честно, страшновато так. Вот здесь как-то вот более стало светло, не такая глухомань, но все равно. Так, вот сейчас я выехал на такую дорожку. Вокруг вот такой лес. Ну, очень красиво и живописно. Сейчас, может быть, не так светло, сейчас дождь идет. Мало снимаю, потому что это будет серия, наверное, самая короткая. Ну, конечно, здесь вот эти такие дорожки широкие, с открытой местностью, они чередуются с непрелазными джунглями, я бы сказал так. Так вот, сейчас немножечко сама дорога, она уменьшается. Но здесь вот камни вот, да, вот, особо не разгонишься, потому что будешь прыгать. Вот, ну, дорога живописная, конечно. Опа! Миша! Так, ну вот сейчас выехал на основную трассу, стало как-то поспокойнее. Там, конечно, живописно, но что-то мне не по себе. Дорога, ну, такая временами плохая, конечно, но в целом 50 на 50 приезжаемая. В общем, сейчас вот такой дождик, так пасмурно все, и цел день будет. Мой, конечно, велосипед полностью вес, здесь видно, как вот такая вот грязь, все полностью. В общем, иду посвистываю, и пока никаких проблем. Сегодня нахожусь в Москве, последний мой день в Москве, нахождение мне очень понравилось в Москве, конечно. Завтра в 6 утра поезд на ласточку, уезжаю в Беларусь. Ну вот, конечно, то, что я задумал, частично не сбылось. В общем, как-то вот так.